Благодаря крупному инвестиционному проекту на территории Петропавловска будет создано свыше 300 новых рабочих мест. Уже в марте следующего года начнется проектирование морского терминала в рамках реализации проекта по улучшению портовой инфраструктуры и базы по ремонту и техническому обслуживанию морских судов. Значение судоремонта для Копчатки можно отдельно не обосновывать. Мы знаем, что это в советское время была системообразующая отрасль экономики. У нас целые кварталы в городе названы по названию предприятий, судоремонтная верфь, рядом жестяно-баночная фабрика. Они хранят о себе память о том значении, которое эти отрасли имели в советское время. Наша задача их возродить. И первый конкретный шаг сделан на этой неделе. Наша крупная рыбопромышленная компания, Нареба, которая уже построила терминал Сырогласка. Он осуществляет сейчас отправки Севмор путем и перевалку основного объема рыбных грузов. Вошла в капитал, инвестировала, приобрела две площадки по СРЗ и площадка в непосредственной близости от нее за СРВ, находящаяся, где будет реализован проект по судоремонтному кластеру. Старт строительства будет дан через полтора года. Параллельно с созданием новых площадок для приема судов будет увеличиваться мощность существующих. Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 4,5 миллиардов рублей. В Камчатках главный рыбодобывающий регион России. И здесь у нас в акватории сконцентрировано около 600 судов, которые на Путину, а Путин идет почти весь год. Лососевая, Ментаевая и другие виды рыбы осуществляют рыбный промысел. Все они сейчас, основная часть, идут на плановый судоремонт в Китае и Корею. Именно там остаются основные средства. Поэтому, конечно, спрос есть, и это и есть основа этого инвестиционного проекта. В продолжении возрождения судоремонта на Камчатке по поручению губернатора Владимира Солодова в образовательных учреждениях региона с сентября 2022 года запустят программы подготовки кадров для судоремонтной отрасли. Информационное агентство Камчатка. Продолжение следует...